Всем добрый день! В первую очередь я хочу поблагодарить всех, причастных к организации данного мероприятия и, конечно, вас, коллеги, что уделили время и посетили его. Меня зовут Жиченко Полина Витальевна, я консультант-технолог компании «Кристалл». И главная цель нашей компании – это помощь нашим клиентам. Поэтому сегодня мы подготовили доклад про пути повышения рентабельности современного сельскохозяйственного производства. Конечно, факторов, влияющих на рентабельность, очень много, но сегодня мы сделаем акцент на трех направлениях. Это контроль нормы высева, норма внесения рабочих растворов и важность листового питания. Современная техника – это только половина успеха. Мало купить хорошую селку, нужно уметь ее настраивать и качественно обслуживать. Поэтому мы подготовили чек-лист качественного сева. То есть в первую очередь самым важным является контроль сроков и качество предпоседной подготовки почвы. Потому что какой бы ни была инновационная селка, согласитесь, она не раскроет свой потенциал на плохо подготовленной почве. Второе – это агрономические моменты. Это норма высева, глубина заделки и расстановки семян. И контроль работы сошников. Для того, чтобы исключить двойники и просевы. Каждый из вас знает, что важно исключить просевы. Но давайте посчитаем, насколько это важно в цифрах. Своевременное обнаружение засорения сошников в целом сокращает просевы на 2%. Если селка за сезон высевает 1000 гектар, для просчета, для примера я брала пробошную культуру подсолнечник. Так вот, 2% на 1000 гектар – это 20 гектар. Средняя урожайность подсолнечника – 2,5 тонны. Стоимость подсолнечника на момент, когда я готовила доклад, составляла 26 тысяч за тонну. Так вот, за сезон с 20 гектар можно получить 50 тонн зерна. По цене 26 тысяч это получается 1 миллион 300 тысяч рублей. Либо 65 тысяч с гектара. Что существенно уже влияет на рентабельность данной культуры, согласитесь. Так вот, дальше. Норма внесения препаратов. На этикетках СЗР используются данные 70-х годов. Когда, впрочем, не было такого понимания влияния СЗР на эффективность и на окружающую среду. Не было такой измерительной техники, как сегодня есть. И с того времени далеко прогресс прошел вперед. Но рекомендации ТЭКа остались. 200-300 литров на гектар. Но, учитывая дух времени, эти рекомендации уже становятся не настолько актуальными. Поэтому давайте также к цифрам. Посчитаем экономическую эффективность снижения нормы вылива рабочего раствора. Допустим, за такая задачка. Сейчас, если нужно будет, нужно подключить калькулятор. За 7-часовую рабочую смену опрыскиватель стандартный, шириной захвата 24 метра, трехкубовой бочкой при средней скорости 12 км в час, может обработать 100 гектар. Итак, если у нас норма вылива 200 литров на гектар, то на данную площадь нужно 7 заправок. Заправка одна длится 30 минут. Если мы сократим норму вылива с 200 до 100 литров на гектар, то число заправок сокращается до 3,5. По 30 минут 3,5 заправки – это 105 минут. А 105 минут, учитывая параметры опрыскивателя, это плюс 50 гектар дополнительно мы можем обработать за одну смену. То есть при сокращении нормы вылива с 200 литров до 100 литров мы увеличиваем производительность одной единицы техники в полтора раза. Но не всегда, конечно, это можно делать. Не стоит сокращать норму вылива, когда мы работаем почвенными гербицидами. В остальных случаях это повышает рентабельность. Но вы, как бы, понимая вопрос, то есть мы снизили норму воды, а что же с качеством обработки? Для того, чтобы мы повысили качество обработки, здесь мы должны использовать современные препаративные формы. Например, такие, как масляная дисперсия, состав которой схож с структурой воскового слоя, и поэтому препарат лучше растекается по листу. И концентрент коллоидного раствора. Суть этой препаративной формы в том, что частицы намного меньше традиционных препаративных форм и быстрее проникают в кутикулу листа, и снижается риск от смывания и испарения. Так вот, подведем итоги, какие преимущества нам дает снижение нормы вылива. Это повышение производительности и уменьшение времени на работу. Это особенно актуально, как раз когда у нас затяжные осадки, либо когда у нас короткий срок на обработку. Например, против фузариоза у нас есть 3 дня до выхода пыльников. Второе, это сокращение затрат на логистику при подвозе воды. Также, учитывая цену на десктопливо, сегодня это очень актуально. Третье, у нас повышается норма выработки механизатора и его зарплата. Но при этом руководитель не несет затраты лишние, потому что остается оплата за гектар. И, конечно же, максимальная эффективность пестицидов против вередного бриекта достигается путем своевременной обработки. И еще листовое питание. Мы все знаем много о основном листовом питании. Но нужно научиться работать с острофакторами и помогать растению в критические для него фазы. И для этого мы предлагаем два направления. Первое, это как раз моя коллега Самиагра говорила о том, что у нас повысился инфекционный фон такими болезнями, как фузариоз с этого года, афиаболез, бактериоз. Так вот, внесение микробиологических препаратов как раз направлено на снижение патогенной микрофлоры. То есть, был также вопрос от коллег, как предотвратить внесение микробиологических препаратов. Это снижение патогенной микрофлоры, улучшение питания растений и повышение плодородия почвы. И второе, конечно же, листовое питание. Зачем оно нужно, если у нас есть основное? Для баланса. Потому что, чтобы повысить коэффициент растения, необходимо добавление листового питания, чтобы уже усвоить то внесенное вами основное удобрение, которое есть. Ну и, конечно же, восполнить дефицит и поработать на качество самой продукции. Мы свой выбор делаем на продукты линейки Ультрамак компании Щелкова, при производстве которых используются современные технологии помола, которые позволяют впитываться препарату в течение 20 минут полностью в кутикулу листа. И линейка Вуксал компании Унифер, инновационная формуляция которых обладает большими свойствами, чем их аналоги. И почему я говорю наш выбор? Потому что наша компания также является сельхозпроизводителями. У нас есть собственный сад Гранат интенсивного типа на площади 108 гектаров. И предприятие Рубин, где мы выращиваем такие культуры, как озимая пшеница, подсолнечник, соя на площади 784 гектара. И все технологии, которые мы рекомендуем нашим клиентам, мы применяем самостоятельно. Также с большой радостью поделюсь то, что наши клиенты, которые применяют нашу технологию, наши рекомендации, 43 наших клиента заняли лидирующие позиции по урожайности в своих районах. И подытожив мой доклад, хочется сказать, что, к сожалению, нет одной волшебной таблетки, которая повысит ретабельность его производства. И к этому нужно подходить комплексно, соблюдать технологию и применять наработки, которые мы сегодня вам осветили. Всем спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы по Лене Витальне? Пожалуйста, Алексей Петрович Емельянов. Азовский район. Скажите, пожалуйста, в любом справочнике по применению пестицидов ни где вы не найдете, чтобы носить 100 литров. Вы нас ориентируете здесь 100 литров. Как понимать, кто прав вы или те, которые предлагают нам не только справочники, но и дистрибьюторы, которые нам привозят пестициды и так далее. Как понимать? Спасибо за вопрос. Я думаю, каждый из вас знает стоимость перерегистрации препаратов на сегодняшний день. Она очень высокая. И это можно проверить опытным путем. У нас есть наработки. Мы проверяли и 200 литров на гектар, и 100 литров с помощью фоточувствительной бумаги. Также с помощью лаборатории по наличию действующих веществ в листах на каждом уровне растения. Эти данные показали, что эффективность не падает. Но при этом нужно соблюдать ряд, так сказать, нюансов. Это препаративные формы, это форсунки, потому что мы с вами понимаем, что если мы снижаем норму вылива, у нас падает давление, капля становится больше, она может стечь. Здесь мы дополнительно либо увеличиваем скорость опрысковителя, что также повышает нашу производительность, либо меняем форсунки, допустим, с красной на синюю. То есть здесь множество нюансов. Можно поговорить об этом непосредственно по вашему случаю. Спасибо, Полина Витальевна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!